Субтитры делал DimaTorzok Где-то на таком уровне Привет! Меня зовут Юра Пак и это кей-поп шоу на канале MTV Россия Поехали! Сразу предупреждаю, выпуск у нас будет очень громким Слабонервным, просьба отойти от экрана Сегодня к нам в гости пришли фанаты, ценители музыки и вокала в кей-поп Я буду в роли эксперта, а они в роли моих подопытных Потому что каждый в своей жизни хоть раз представлял себя айдолом Или просто певцом и пел в мамину расческу перед зеркалом Сегодня я качну ваши вокальные данные, ну хотя бы попытаюсь Вдруг кто-то в России захочет создать Биосбэн в стиле кей-поп И им в команду понадобятся девушки с крутыми вокальными способностями Для начала представьтесь, что вы, как вы пришли к кей-попу? Меня зовут Алена, все началось с Дарам Я смотрела дарам «Одержимой мечтой» и там были очень красивые актеры, два актера, которые мне очень понравились И оказалось, что они были из группы Цупье После этого у меня все пошло-поехало, я переслушала все песни, мне показалось это очень интересным Вообще очень необычно, но отличается от русской индустрии Поэтому... Это в корне отличается? Это очень отличается, и мне это интересовало, и поэтому потом постепенно... Я на вкус на BTS, это было, кстати, в 2013 году То есть ты такой кей-поппер со стажем тоже? Ну, можно сказать, да А ты, как тебя зовут, что ты делаешь и почему именно кей-поп? Меня зовут Яна, я стою в каверденс-команде InSpirit И как долго ты танцуешь уже в InSpirit? Примерно 6 или 5 лет Время проносится незаметно в Кей-поп Да, в 2013 году мы участвовали в ежегодном каверденс-фестивале Выиграли первое место и поехали на финал в Корею К сожалению, мы в этот раз не выиграли Но в 2018 году нас пригласили снова в Корею И там мы выиграли первое место за Россию А почему именно кей-поп? Мне нравятся именно танцы и музыка Это очень сочно, красиво И мальчики красивые, и ярко Прекрасно И прежде чем мы начнем, я как вокалист со стажем Я предлагаю вам разогреть связочку Сначала нужно размять губки Повторяйте за мной И постепенно включаем вертолет Это надо делать, я тоже сначала сжал, сжал, сжал И теперь вертолетик взлетает и опускается Готовы? Давайте на счет три Раз, два, три Мы сделали достаточно легкие упражнения И я могу вам предложить очень крутое упражнение Нужно громко полаять, порычать и вытащить из себя все самые сочные и громкие звуки Чтобы связки были в боевой готовности Вы готовы? Да Окей, я предоставляю вам возможность выбрать Сначала лайм или рычим Рычим Раз, два, три Прям до упора Дожимайте прям до верху На счет три еще раз Раз, два, три Просто забудьте, что вы взрослые люди Что вы занимаетесь взрослыми вещами Что вы абсолютно серьезно относитесь ко всем вещам в жизни Просто сейчас нужно чуть-чуть по лайке Нет, Яна, не халявим, все вместе Поговарив, что это упражнение выполнял сам Федор Шаляпин Расскажите, пожалуйста Вы, скорее всего, слушаете кей-поп каждый день Да И начнем с тебя Кого ты слушаешь чаще всего? BTS, Itchy, Mamamoo, Dreamcatcher Кто твой любимый топ-вокалист? Шангук А что тебе в его голосе больше всего нравится? Цыпляния У него необычный голос Он очень сильно отличается от других айдолов У него есть такая своя нюкальность, которая очень сильно притягивает А твой, Яна? Хорин Из Систар? Да Тебе нравится ее немножко хриплый голос? На идеале В стиле хаски? Да, хаски А если бы вы были ведьмой из сказки «Русалочка» Чей бы вы голос хотели забрать себе? Рыжин из Ичи А ты чей голос бы забрала, только не говори мой? Хорин Хорин? Из Систар То есть вот такая преда Да Хорошо, маленькие воришки А сейчас мы посмотрим клип Группы, которые отличаются уникальными тембрами И сильной вокальной подготовкой Смотрим Shiny Fire Смотрим Продолжение следует... Скажите, он вам понравился слип? Очень. А с точки зрения голоса, вокала, подачи? Да, ты мне надеялся. Ты мне надеялся. А теперь для вас задание. Вы не выйдете из этой студии, пока не споете эту песню полностью. Я могу прогавкать. Прогавкать эту песню? Ну давай прогавкать эту песню. А я буду рычать на фоне. Нет, она будет рычать, а я буду гавкать. Давайте, на счет три. Раз. А ты вместе с нами. Давайте, раз, два, три. Гавгав, гавгав. Всем привет, друзья. Меня зовут Ники Макалин. И сегодня специально для кей-поп-шоу на MTV я буду повторять образ Ким Ю Ци из группы G-Idle. Помимо макияжа, мы также будем с вами делать прическу. Такую прическу я очень люблю и частенько себе делаю. Я надеюсь, что сегодня все у меня получится. Чтобы не терять времени, я уже нанесла тональную основу на свое лицо, потому что я загорела, и подобрать тон мне было достаточно сложно. Поэтому начнем мы с вами с контурирования носа. Абсолютно все кореянки контурируют нос вот в этой области для того, чтобы спинка носа была немножко выше. И чтобы окончательно придать объема, обязательно наносим хайлайтер вот сюда. Румяна – это важная часть корейского макияжа, и макияж у нас будет в более таких оранжевых оттенках, поэтому румяна мы будем тоже брать оранжевые и смешивать их с более розовыми. Кстати, румяна нужно обязательно наносить вот сюда. И можно немножко наносить. Следующим шагом будет макияж глаз, и здесь правильно подобрать тени, чтобы они были немножко такого персикового и телесного оттенка. Наносим их на все подвижное веко. Прям можно не жалеть эти тени. А теперь берем кисточку поменьше, и эти же тени мы обильно наносим на нижнее веко. В этом, мне кажется, даже фишка ее макияжа. Теперь мы возьмем коричневый оттенок, и им мы будем рисовать стрелочки. Но даже это будут не стрелочки, а просто будем затемнять вот эту зону. Самое главное – в этой области нужно обязательно все распушивать. А теперь нужно расставить акценты. Для этого мы возьмем оранжевый оттенок и нанесем на внешний уголок, на нижнее веко. И мое самое любимое в корейском макияже – это глиттер. Здесь самое главное – не переборщить. Наносим немного на нижнее веко для того, чтобы создать эффект смеющихся глаз. И совсем немножко на центр глаза для того, чтобы придать им сияние. Видите, взгляд уже совершенно другой. И завершаем все это дело коричневой тушью. У меня, конечно, коротенькие ресницы, но все равно все нужно прокрасить. Как верхние, так и нижние. Самое время сделать эффект зацелованных губ. Для этого возьмем более яркую помаду и нанесем только внутри. А теперь более светлым оттенком, блеском для губ проводим по всей площади. Украшаем макияж стразами и жемчугом. Признаюсь честно, я всегда ленюсь это делать, но это делать нужно – закреплять макияж. Сказать, что мне нравится результат – это ничего не сказать. Мне он очень нравится. И приступаем, пожалуй, к самому интересному – это к прическе. Берем несколько прядей сверху, утюжок обязательно нагретый. И не с самого начала, где-то примерно отступив несколько сантиметров, нужно проводить утюжком туда-сюда. И тогда получатся корейские волны. Такие ненавязчивые. Когда я первый раз делала себе подобную прическу, у меня ничего не получилось, но потом я набила руку. А теперь берем вдоль пробора одну прядь и придаем ей объем. Вот таким вот образом. В такой прическе очень важно вводить утюжком именно вперед, назад, вперед, назад. То есть мы не закручиваем обычные локоны, мы делаем именно волну. Как видите, уже неплохо. Но сейчас нам с вами нужно будет выделить, как я их называю, лишние волосы. Или же короткие. Если у вас есть челка, то это будет прекрасно. А теперь более мелкими движениями начинаем закручивать здесь также волны. И укладываем эти пряди так, чтобы нам нравилось. И чтобы моя прическа держалась намного дольше, а особенно вот эти вот кудряшки, они такие милые, нужно закрепить все это дело лаком. Ну вот и все, мой образ готов, как вы считаете? Получилось похоже или нет? Мне очень нравится и прическа, и макияж. С вами была Ники Макалин, всем пока! Скажите, пожалуйста, кто-то из вас был на кей-поп-концерте уже в своей жизни? Да, была. На каком? В Икс Эл-Армасуке были, они приезжали. Два человека, Лево и Рави. Это был мой первый концерт, к сожалению, и последний. А ты на каком концерте была? Я была на концерте, где все были айдолы и видела их. Они специально для тебя собрались, вот прям в силу? Нет, мы были в гримерке возле них. Это был финал в Корее. А, финал в фестивале. Я видела, да, вот Икс Ооо проходили, мы даже с ним поздоровались. Номерами телефона обменялись? Нет, к сожалению. На самом деле, вот они такие красивые все, как куклы. Кей-поп-айдолы исполняют свои партии как вживую, так и под фонограмму. Мы можем это понять, почему? Потому что у них очень сложная хореография. Как вы относитесь к тому, что на некоторых выступлениях кей-поп-группы выступают под фонограмму? Положительно, потому что двигаться и при этом петь это очень сложно. Это отнимает очень много сил, и поэтому ничего против общения не имею. Они выкладываются зато на полную. Яна, а ты как думаешь? Я полностью согласна. Но есть, кстати, группа, которая имеет в своем арсенале сложную хореографию, но при этом поют вживую. Ну это, конечно, эффектнее, но это тяжелее. И они выделяются среди всех. Год-два назад, когда BTS появились в Америке, они поразили американцев тем, что при сложной хореографии они также и пели вживую. А теперь кое-что крутое для вас. По типу угадай мелодии, плюс испорченный телефон и люди, которые не умеют петь и не знают корейского языка. Вы увидите видеофрагмент, и вам нужно угадать, что за песня была у человека в наушниках. Потому что у хороших певцов должны быть отменный слух и крутая память. Ну что, посмотрим первое видео? Итак, что это за песня? Это Монстекс, Шит Аут. Крутал. Это правильный ответ? А мы не задерживаемся и смотрим в следующем видео. Может, это какой-то хип-хоп, потому что money, money, money. Это BTS, но песня? Точно, точно, точно. Давай, 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 я слушаю. Ну-ну-ну. Давай, я тебе даю попутку. Они в таких школьной форме, нет? Ты очень, конечно, выборку уменьшила. Школьная форма, ты не поп-группа. Какая интересная? Ну я поняла. Понятно, что вы за эксперты. Эта песня называется Blood. Да, да, да. Привет, незнакомец. Что же ты исполнишь? Мне такие голосовые с утра присылают друзья. Ну-ка, есть варианты. С этим посложнее. Мне в этой песне нравится очень интро и начало куплета. Вот в особенном. Сложно. А легче не становится. Окей, интро. Подсказка 4 ноты. Окей, это группа EZ. Песня Wanna Be. Да ладно. Да. Смотрим следующее видео. Ну, есть варианты. Мне кажется, это было достаточно понятно. Blackfin. Вы делали coverdance на песни Blackfin? Да, делали. Все. Но это не последняя, да? Нет, это не последняя. Если вы не угадаете, я просто возьму и убью вашу любовь. Нет, не получится. Я убью эту любовь. Я убью эту чертову любовь. Но он намек делает. Я убью любовь. Стан-таран. Стан-таран. Kill the slug. Девчонки, я начинаю сомневаться. Или вы просто нервничаете? Да, конечно, нервничаете. Но это было достаточно сложно. Ребята, они специально вас запутали, наверное, и я вас зажигал. Простите, беру вину на себя, и мы идем дальше. Продолжим нашу подготовку и приступим к следующему немаловажному упражнению. Я знаю, что любой вокалист должен быть очень выносливым, поэтому я решил вас проверить на прочность. Вы будете проходить полосу препятствий и петь фразу «это кейпл-шоу на MTV». Я сейчас покажу, как сейчас прожить. Хотя, я думаю, вы девочки умные, взрослые и сами разберетесь без примеров. А я здесь лучше посижу, погляжу на вас, и вы мне докажете, что я сюда вас звал не зря. Итак, вокальный кросс-фит. Всем правила ясны? Начинаем. «Это кейпл-шоу на MTV». Пропой, как ты чувствуешь? «Это кейпл-шоу на MTV». Да, да, да. «Это кейпл-шоу на MTV». Поехали. Яна. «Это кейпл-шоу на MTV». Следующее задание. «Это кейпл-шоу на MTV». «Это кейпл-шоу на MTV». Так, я не понял, давай. Где твои силы? «Это кейпл-шоу на MTV». Умничка. Следующее задание. «Скакалочка, скакалочка». «Это кейпл-шоу на MTV». «Выше!» «Это кейпл-шоу на MTV». «Задорнее!» «Это кейпл-шоу на MTV». «Это кейпл-шоу на MTV». «Это кейпл-шоу на MTV». «Давай, давай. «Это кейпл-шоу на MTV». «Молодец». Спасибо. Итак, дорожка протоптана. Тяжёленький. Это кей-поп-шоу на MTV. Ура, дальше, дальше. Это кей-поп-шоу на MTV. Не останавливайся. Продолжай. Это кей-поп-шоу на MTV. И последнее испытание. Это кей-поп-шоу на MTV. Давай, давай. Это кей-поп-шоу на MTV. Слушай, размялись. Всё, это было тренировочное. Можно теперь начинать серьёзно. Ладно, ладно, ладно. Не надо на меня так смотреть, я шучу. У нас всё-таки добрая программа. Спасибо большое, что пришли. С вами было интересно разговаривать, играть. И наблюдать, как вы потрясающе отжимаетесь. Особенно, когда я в это время ничего не делал. Можно теперь выдохнуть, отдохнуть. Спасибо, что пришли, девчонки. Пока-пока. Я как певец знаю, что вокалистам лучше не употреблять в пищу разные продукты. Например, что-то острое, семечки, сухарики, шоколад, молоко и сыр. Но также есть полезные продукты, которые помогают голосу. По типу шиповника, сырые яйца. Но сырые яйца я пока пить не готов. Поэтому я пригласил мега-крутого повара корейской кухни, чтобы она приготовила с нами что-то, ну, очень вкусное. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Что же мы будем готовить сегодня? Мы будем готовить паровой омлет геран-чим. В принципе, чим – это любое блюдо, приготовленное в горшочке. Вот у нас уже постепенно нагревается наша формочка на водяной бане. А мы можем приготовить немножко начинки для нашего омлета. Так, чем я могу быть полезен? Можно два грибочка нарезать мелко. Чуточку зеленого лука. Посолить. А мы сейчас будем разбивать яйца, да? Да, их надо немножко взбить и перемешать. Да, все четыре. Вообще, есть несколько тонкостей приготовления корейского омлета. Мы яйца в любом случае разбавляем большим количеством жидкости. Приблизительно один к одному. Можно использовать просто воду, и плохо от этого не будет. Но вот в Корее предпочитают ароматизированные всякие добавки. Соль. Соль. И взбиваем, да? Их не надо взбить, их надо просто перемешать, чтобы они стали однородные. А теперь смотрите, я вот немножко тут водоросли… Это для чего? Это мы вместо простой воды возьмем… Йотированную. Да, водоросли миок. Она добавит немножко вот этого, да, йодистого вкуса. И мне кажется, так вкуснее, чем с обычной водой. Водоросли миок в Корее используют для очень известного супа. Суп из миок. Суп на день рождения. Да, мамы утром варят такой суп и подают своим детям, у которых день рождения. Так, можно потихонечку добавить жидкости. Вот я говорю, жидкости будет достаточно много, просто мы ее вливать будем не сразу. Вот отлично у нас получилось. И теперь аккуратно, аккуратно через ситечко мы заливаем чуть-чуть перца. Теперь мы возвращаем на огонь более сильно наш омлет. И обязательно надо положить салфетку, чтобы жидкость в омлет не попала. Но теперь нам надо подождать, наверное, минут 5-7, когда она начнет схватываться. Мы пару раз перемешаем, потом уже просто оставим доходить на водяной бане. Пожалуйста, пожалуйста. Уже готово, да. В принципе, можно вставать. Так, по ложке. А можно лед, пожалуйста? Горячо, но очень вкусно. Давно я не ел омлет с такой мягкой консистенцией. Вообще, кто придумал пить сырые яйца, если есть столько прекрасных способов и рецептов приготовить? Спасибо большое, Екатерина, за очередной очень вкусный и нужный, полезный в быту рецепт. Я ему обещаю попробовать. А для вас у меня есть задание. Напишите в комментариях под этим видео в социальных сетях, какой есть самый действенный, крутой способ восстановить связки. Он может быть даже смешной, но при этом должен быть полезным. А автор лучшего комментария получит от меня подарок. Это было кей-поп-шоу на канале MTV Россия. Поете так же ярко, так же круто, так же чисто, так же душевно, как и Жень и я. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»